Доброе утро! Доброе утро всем, кто в эти минуты к нам присоединяется на канале «Россия» на календаре 19 января пятница. И сегодня весь православный мир отмечает один из самых главных 12 праздников – Крещение Господне. Об этом мы расскажем сегодня в небольшом сюжете. А еще познакомим вас с многодетной православной семьей, которая в новогодние каникулы побывала в Санкт-Петербурге. С вами Галина Алиева. Не переключайтесь, мы вернемся в студию сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер южный – 6-11 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью – 0,5, днем – до плюс 12, в горах – до плюс 6. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков ветер южный – 6-11 метров в секунду. Температура ночью – минус 2, минус 4, а днем – 9-11 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Святый Боже, мирной нас. 19 января весь православный мир отвечал праздник крещения. Один из главных праздников христианской церкви. Праздник этот связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан, поэтому у него есть второе название – «Богоявление» в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя. Евангелист Лука пишет об этом. Отверзлось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь. И был глаз с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, к Тебе мое благоволение». Крещение – важнейшее таинство, входящее в число семи наиболее древних таинств, одно из трех, помимо Евхаристии и Брака, которое начинается возгласом священника Благословенно Царство, потому что символизирует духовное перерождение человека, рождение его в новую жизнь. Через крещение человек становится членом Церкви. Крещение является первой ступенью, которая вводит человека в Царство Небесное. Без крещения нет спасения. И человек крестится не для того, чтобы быть здоровым или же получить какие-то жизненные успехи для жизненной удачи, а крестится для того, чтобы наследовать Царство Небесное, для того, чтобы иметь это вечное спасение. Праздником крещения заканчиваются рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. В церквях в этот день освящают буду. Раньше ее брали из близлежащей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь крест. Прихожане ближайшей церкви пели псалмы. После этого вода в реке считалась крещенной. Ее набирали в различные сосуды и несли домой. Верили, что такая вода лечит от различных недугов, придает бодрость и здоровье. Поэтому был распространен обычай окунаться в прорубь. В настоящее время воду сразу разливают после богослужения в церкви. Ее окропляют дома от всякой нечисти. Крещенская вода обладает целебными свойствами. Это подтверждает современный ученый. В течение года она не теряет своей целебной силы. Сохраняется свежей на протяжении от одного крещения до другого. Ну что ж, дорогие друзья, в продолжение темы Великого Православного Праздника Крещения приглашаем вас завтра к телеэкранам на программу из цикла «На пути к вере. Крещение». Будет в эфир программа 8.20. Ну а теперь я с большим удовольствием хочу познакомить вас с нашими утренними гостями. Это многодетная семья Жвакиных. Мама Дарья, старшая дочь Софья, Семен и девочка с удивительно красивым именем Марфа. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, потому что вам, безусловно, есть о чем сегодня рассказать. Но прежде чем вы расскажете о том чуде, которое приключилось с вами в новогодние каникулы, я хочу спросить. Вот вы семья многодетная, семья православная, очень дружная. Нужно сказать, что сегодня с вами нету вашего папы, главы семьи, но он русгвардеец и сейчас находится на службе. Это понятно. А вот что касается праздника. Софья, я знаю, ты изучаешь историю православных праздников в том числе. Что такое крещение? Крещение – это праздник, в который Иисуса Христа, Иоанн Креститель, крестил в реке Иордан. В этот день люди ныряют в купель. И тем самым что происходит? Люди получают благодать. Божья благодать. Спасибо тебе, спасибо за эти знания. Даша, я, честно говоря, белой завистью вам завидую за то путешествие, которое случилось в вашей жизни этим Новым годом, но начиналось все немного раньше, да? Еще по осени, как говорится. А что произошло? Кто тот Дед Мороз, который подарил вам такой замечательный подарок? Наш Дед Мороз – это Малафеев Константин Валерьевич, представитель Всемирного Русского Народного Собора. Он приезжал к нам осенью, открывал здесь региональное представительство собора. Также был здесь, находился еще и потому, что проходил победный молебен. И к нам в храм, в Никольский храм города, привозили мощи Георгия Победоносца. Мы всей семьей, поскольку мы православная верующая семья, собирались туда идти. И когда организаторы молебна выяснили, что мы многодетная семья, и то, что наш папа еще и участник СВО, это повлияло на решение организаторов, они захотели с нами встретиться. Мы были пятисоттысячными, кто прикладывался к мощам. Они очень внимательно относятся к тем, кто приходит. Ну и, естественно, выбор пал на нас. И с нами захотел пообщаться сам Константин Валерьевич, поскольку был здесь. Мы, естественно, согласились. Состоялась очень интересная беседа. Он разговаривал с детьми, спрашивал, кто чем увлекается. И вот Софья сказала, что ей нравится русская история, что она, в принципе, любит историю. Он поинтересовался, кто ее любимый русский царь. Софья сказала, что Петр Первый, Великий. Он спросил, были ли мы когда-нибудь в городе, основанный Петром. Но мы в нем не были. Сказали, что не были. Ну, конечно, хотели бы побывать. И он пригласил нас. Но поскольку наш папа отправлялся как раз в зону СВО, как бы эта поездка откладывалась до того момента, пока он вернется. Он как раз вернулся перед Новым годом. И наша поездка состоялась такая вот чудесная, как раз на зимних каникулах. Ну, вы попали в Санкт-Петербург в самые лютые морозы, которых не было уже много лет. Напугали они на вас, эти морозы? А, Мар, скажи. Нет. Носик там себе не отморозила? Отморозила. Отморозила. Желание ездить на экскурсии, знакомиться с достопримечательностями города не пропало? Нет. Совсем не пропало. Даже наоборот. Эмоции настолько сильные и прекрасные, что ты не замечаешь ни холода особо. Как-то это не останавливает. Организация была прекрасная. У нас вся наша поездка была полностью адаптирована для детей. Причем учитывались даже возраст детей, то, что разные дети. В принципе, сама поездка была, не поездка, а программа, она изначально была сформирована в соответствии с интересами Софии, поскольку она интересовалась именно, и интересуется именно имперской историей. Поэтому, конечно, мы посещали все дворцы, которыми славится Санкт-Петербург. У нас с нами работали прекрасные экскурсоводы, нас везде водили, работали лично с нами, с детьми. То есть, все время было посвящено только нам, и мы получили максимум от этой поездки. Ну, теперь давайте вы делитесь своими впечатлениями. Софья, самое яркое, самое запоминающееся впечатление у тебя осталось от чего? Мне понравился Спас на Крови, Казанский собор и в Царском селе Екатерининский дворец понравился. Ну вот понравился – это как? Вот что понравилось? Там были очень красивые комнаты, красивый интерьер был. Наверное, какое-то особенное величие, да? Да. Именно царское величие. Но я знаю, что ты еще прекрасно рисуешь, как-нибудь запечатлешь свои воспоминания на холсте. Непременно, да? А что будешь рисовать так, если не секрет? Казанский собор. Ну, хороший такой выбор настоящего художника. Семен, ну, я понимаю, у тебя особенный взгляд мужской на эти вещи. Что тебя впечатлило больше всего? Спас на Крови и Эрмитаж. Эрмитаж? А сколько успели посмотреть в Эрмитаже залов? Мы, в принципе, прошли по всем залам. Но поскольку у нас была детская в Эрмитаже экскурсия, то нас не водили прям по всем комнатам. Но основную красоту мы, конечно, все увидели, успели. Но я думаю, что Семен интересно нам еще расскажет про выставку. Мы посетили удивительную выставку. Это выставка-музей, называется Гранд Макет. Семен, что это за выставка? Мне даже интересно стало. Это очень интересно. Это выставка всей нашей страны. В виде макета, да? В виде макета. А это как? Это достопримечательности всей страны в масштабе макета. Это удивительная, сложная работа. Но я, может быть, расскажу чуть-чуть более подробнее. Но мы все были под впечатлением. Мы выстояли больше часа очередь, чтобы попасть в этот музей. Там очень много желающих попасть. Я не знаю, что это за умные люди там работают. Но они создали такую красоту удивительную. Там вот сантиметровые человечки, которые выполняют какую-то работу. Они двигаются. То есть это вот мастера такие, которые создали всю эту красоту. Там, например, Саяна-Шушенская ГЭС. И вот там ездят машины, течет вода, работают рабочие. Там во Владивостоке мост их знаменитый, тоже вот в макете в этом. Извержение вонкалов на Камчатке. Ну, естественно, столица Москва очень красиво представлена. На Санкт-Петербург мы там успели уже на этом макете увидеть места, где мы побывали. И все другие города, в том числе и наша республика там представлена. А чем? Да, астрофизической лаборатории, обсерватории. Очень интересно. Первое, что я начала искать, это где наша республика находится. Потому что хочется, чтобы от нас тоже что-то было. Вообще, очень интересно. И мы думали, что мы возьмем билеты, ну, быстренько пойдем посмотрим, поскольку дети. Наверное, мы долго не выдержим, но мы были там больше трех часов. Мы сами не заметили, как время пролетело. Это очень интересно. Семена, а у тебя что запечатлилось особенно в память? Какие-то, может, объекты? Мне? Что ты самая первая нам прибежал рассказала? Прибежал, он ходил сам. Ему не очень интересно ходить долго с нами. Он бегал везде, разглядывал сам. Потом прибегал нам, докладывал, что он увидел. Но первое, по-моему, что он прибежал и нам сообщил, что он нашел, где у нас хранятся ядерные боеголовки. Там это тоже было представлено. И там, это как раз-таки где-то на границе с Японией, видимо, где Камчатка, он первое, что заметил, что, оказывается, военная база там присутствует. Я даже не знаю. Это открытая информация. Поскольку она там представлена, я думаю, что открытая. Но он заметил и потом прибежал и рассказал нам про вулкан. Вулкан, потому что был очень красивый. Там еще день. Расскажи, как день-ночь сменяет. Да. Там каждые 10 минут меняется день-ночь, и ночью сберегается вулкан. Вот все-таки мужской взгляд, правда, на вещи? Это, наверное, еще от папы. А Евгению что понравилось? Ему понравилось само устройство. Больше не сами по себе какие-то объекты, а вот именно как это все сделано. Он с удовольствием ходил, разглядывал. И потом, когда мы уже выходили, там площадка, где люди, которые работают, непосредственно мастера, кто все это организовывает, они находятся за стеклом. И видно, как они работают. Вот он обратил внимание, что у них очень кропотливая, тонкая работа. Кто создает непосредственно этот макет, и, видимо, они его как-то все-таки дополняют чем-то. И вот он прям наблюдал за их работой. Очень интересно. То есть макет постоянно дополняется? Видимо, он как-то дополняется. Может быть, что-то переделывается. Ну вот какая-то работа все время идет. А вот если в масштабах, ну вот это какой размер? Ну это вот как если посмотреть, допустим, на этот зал, то, наверное, где-то три таких зала. Вот это макет. Впечатляюще, конечно. Да, это вообще удивительной красоты такое сооружение. И очень интересно. Всем, кто это увидит, никто не останется равнодушным. Ты понимаешь, какая у тебя интересная, богатая, красивая страна. Вот это прям... Я думаю, что для маленьких детей это имеет большое значение. Чтобы они это прикоснулись к этому и поняли. Марфа Евгеньевна, давай теперь ты поделишься своими впечатлениями. Я знаю, что тебе понравились там царские наряды. Еще это коты. Красиво, красиво говори. Коты. Коты? Какие коты? Это питерские. Питерские. Марфе понравились коты, которые работали в Эрмитаже. Там, около Эрмитажа, стоял знак, которого, наверное, нигде нет. На нем было написано «Осторожно, кошки». И в этом музее официально 50 или 100 кошек. 50, по-моему. Но там их больше на самом деле. А для чего они там? В царское время, как нам объяснили, у котов было особое значение. Их не прогоняли из дворца. Наоборот, разрешали им жить. И даже особое отношение, в принципе, в Санкт-Петербурге к котам. Потом оно еще было обусловлено тем, что в блокаду кошки спасали город от мышей и крыс. И, естественно, уважение к котам стало еще больше. И вот кошки у них на особом положении. И являются таким как бы негласным символом города. И вот в Эрмитаже действительно есть более 50 котов, которые считаются сотрудниками музея. Но, к сожалению, увидеть нам их не удалось, потому что сказали, что в зимнее время их не показывают. Они греются где-то в тепле. У них есть отдельное помещение в зимнем дворце, где живут эти кошки, за которыми ухаживают. Но увидеть их можно только в теплое время года. Ребята, что осталось за кадром? Вот чего бы вы еще хотели бы посмотреть? Ну, может быть, просто не успели. Если бы мы поехали летом, мне бы хотелось посмотреть Петергоф. Там много фонтанов. И, мне кажется, мне бы там очень понравилось. Угу. Я понимаю, о чем ты говоришь. Семена, тебе на «Аврору» не получилось попасть? На «Аврору» не получилось из-за погодных условий. Но я думаю, что Семен меня поддержит. Очень бы хотелось увидеть, как разводят мосты. Потому что Нева стоит замерзшая, и как бы возможности такой нет. Очень бы хотелось увидеть город именно с Невы, из реки, и как разводят мосты. А удивительные «Белые ночи» ленинградские, петербургские. «Белые ночи» тоже, да, знаменитые. Хотелось бы посмотреть. Ну, вы знаете, я думаю, в этом году год, во-первых, для вас очень здорово начался. Правда? Прекрасно. И это как-то вот, ну, знаменательно. И начало положено хорошее. Если вы уже выехали за пределы республики и попали сразу в Санкт-Петербург, это культурная столица нашей огромной страны, то, ребят, ну, добрый пузи вам. Пусть чудес у вас, начиная вот с этого года, будет очень-очень много. Чтобы вы много путешествовали, знакомились с нашей удивительной страной. Куда бы ты, Марфа Евгеньевна, хотела бы поехать? Ко-кому. Почему в Москву? Ну, есть у детей мечта посетить столицу. Конечно, есть пока мечта, есть цель. В принципе, думаю, вполне осуществимая. Если все будет хорошо, то отправимся в Москву. Конечно, все будет хорошо. У вас замечательная семья. И ближайшая поездка обязательно осуществится, и вы увидите столицу нашей Родины. Вы знаете, сегодня еще один праздник замечательный. Сегодня исполняется 31 год с того момента, как в эфире зазвучали позывные нашей телерадиокомпании. Здорово. Поэтому, если вы позволите, но я думаю, вы тоже наши настоящие верные зрители. Конечно. Я хочу поздравить сейчас прежде всего своих коллег, тех, кто работает в кадре, тех, кто работает за кадром. Друзья, мы все с вами делаем большое дело. Мы рассказываем нашей республике, нашим телезрителям о том, что происходит в Карачаево-Черкесии, о наших людях, о событиях. С праздником вас, дорогие телезрители, все, кто на протяжении всех этих 30 лет остается вместе с нами, любит нас, критикует нас, но критика делает нас только сильнее. Спасибо. Спасибо вам еще раз. Ждем вас еще с новыми впечатлениями, с новыми эмоциями в нашей студии. Спасибо вам большое. Друзья, я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч в эфире. До новых встреч в эфире.